Король поп-музыки не просто жив. Баттлится в танцах с Владимиром Красносолнышко и Волком из Ну Погоди. Такой перформанс на сцене Амгу самые яркие представители девяти факультетов вуза устроили, чтобы выбрать мистера. Возродить всемирную легенду решил студент юридического факультета Леонид Зарубин. Признался, чтобы вжиться в образ, пришлось взять на себя большую ответственность и учиться двигаться хотя бы приблизительно, как Майкл. Чтоб люди вспомнили, что Майкл все-таки жив, что он не умер, мы сделаем возрождение его на сцене. Мы решили, что это очень яркий образ, из которого можно будет сделать шоу. Мы тот факультет, который всегда готовит что-то необычное. Не такой, конечно, как Волк из Ну Погоди, но Волк из Ну Погоди вообще стоит где-то внизу по сравнению с Майклом Джексон. Образ живой легенды выбрал для себя студент инженерно-физического факультета Семен Гребенюк. Перевоплотился в кумира нескольких поколений Сергея Жукова из группы «Руки вверх». Помимо массовой дискотеки, которую устроили студенты во время своего номера, разыграли трагикомедию. Я думаю, считаю, что наш коллектив сплотился не прямо сейчас, а во время подготовки к этому всему, потому что была проделана большая, огромная работа. Наш коллектив действовал как один сложенный механизм. Я, безусловно, очень благодарен им, потому что без них у меня бы не получилось абсолютно ничего, потому что один в поле не воин. Если в домашке участники могли задействовать группы поддержки, то в интеллектуальной битве пришлось надеяться только на свой кругозор и начитанность. Здесь блеснул кудрявый герой, поэт, проживший очень короткую жизнь, всего 30 лет, но запомнившийся на многие годы Сергей Есенин. Его образ решился примерить Максим Кузьмичев, представитель самого читающего факультета, филологического. Его соперники в этом раунде баллы потеряли, но, как оказалось, это не единственное, за что мистера вштрафовала строгая жюри. Не хотелось никому ставить плохие оценки, низкие, но в то же время я сама училась здесь, я сама участвовала в этих конкурсах, мы помогали всегда. И мы знаем, какую работу проделывают факультеты для того, чтобы подготовиться к этому конкурсу. И обидно, когда где-то кто-то чуть меньше подготовился, где-то кто-то чуть больше и получил ту же самую оценку. Поэтому все-таки приходилось иногда строго судить, но мы пытались быть объективными на самом деле. Зажигательного маску и лирично поющего Элвиса Пресли переплюнул волк из «Ну погоди». Именно серый хулиган покорил своим образом и танцами с «Зайцем» строгой жюри. Дедулка был частью моей жизни, но так не может больше продолжаться. Наши отношения наполнены горечью, обидой, а еще одним самым, как его там, абьюзом. Как оказалось, чтобы прийти за победой, студенту экономического факультета Вячеславу Шевченко пришлось бороться не только с соперниками, с собственными фобиями. Было тяжело по процессу подготовки, по процессу реализации и по личностным причинам страха сцены. Звание второго университетского вице-мистера в нелегкой борьбе досталось Чарли Чаплину, вернее Артему Вахмянину, студенту факультета математики и информатики. Немного не хватило до победы озорному маске Алексею Гордичуку, представителю ФСНа. У него второе место и звание первого вице-мистера. Екатерина Борисова, Максим Яценко, программа «Город».